В эфире ежедневный выпуск программы День города в студии Оксаны Тебенихина. Здравствуйте! Журналисты нашей телекомпании, как всегда, расскажут вам о событиях Рязани. Смотрите сегодня. В Рязанском медуниверситете открыли учебную операционную ВЕТЛАП. Там уже провели первую тренировочную операцию. Житель Спаска стал чемпионом в весьма необычном виде спорта. В региональном правительстве прошла торжественная церемония награждений победителей и лауреатов областного смотра конкурса на лучшую организационную шефскую работу в системе образования в 2015 году. Награды победителям вручал лично губернатор Олег Ковалев. Подробнее в сюжете. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев вручил премию имени академика Измаила Срезневского шести рязанцам. Среди них студенты, преподаватели, аспиранты и ученые, которые трудились для того, чтобы увековечить память нашего выдающегося земляка. Каждый заслуживает немало слова благодарности за активную работу по сохранению эсцентра в наследия академии, мемориальных, не связанных с его деньгами. Многие из лауреатов вносят весомый вклад в изучение и популяризацию трудов ученого, в обращении его идей и современного образования. Духовная раса, воспитание молодежи ведут большую общественную и научно-посветительскую работу по сохранению культурного наследия Ользанского края, по защите и пропаганде русского языка. Также губернатор поздравил победителей и лауреатов конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования в 2015 году и поблагодарил их за активное участие в жизни региона. Талантливых и способных молодых людей у нас много, очень важно обеспечить им качественное образование. Люди, работающие на производстве, работающие в бизнесе, целью любого бизнеса является получение прибыли. Другого просто-просто нет. И в этих условиях, когда они находят возможность часть заработанных средств направлять на поддержку социальной сферы, будь это школы, будь это средние профессиональные учебные заведения, будь это детские дошкольные учреждения или учреждения дополнительного образования, значит, это все очень приветствуется и это обществе создает установку доверия, будем говорить, потребительского общества, доверия социального слоя к бизнесу. Руководителям предприятий и организаций, которые оказали активную поддержку школам, детским садам, профессиональным учреждениям города и области, были вручены награды. Сейчас ведется активная работа, направленная на повышение качества образования. Рязанская область для нас является относительно новым регионом присутствия. В 2015 году нами оказана некоторая помощь средней школе номер 49. Данную помощь мы рассматриваем не как благотворительность, а как наш вклад, как нашу инвестицию в будущее поколения. И надеемся, что эта помощь принесет плоды для области, для страны. В лице замечательной компании «Газпромнефть», «Рязанский завод бетонных материалов», генеральным директором, который является Нахоткин Михаил Владимирович, мы нашли замечательных шефов. Мы сотрудничаем с ними меньше, чем два года, но за это время с их помощью, благодаря оказанной им благотворительной помощи, нам удалось сделать капитальный ремонт многих помещений школы, причем значимых помещений, таких как актовый зал, тренажерный зал. А самое главное, нам в этом году удалось капитально отремонтировать, я бы сказал, отреставрировать помещение школьного музея 141-й краснознаменной стрелковой дивизии и торжественно открыть музей, который получил второе рождение 6 мая этого года, то есть буквально накануне Дня Победы. Оказывая поддержку образовательным учреждениям области, меценаты тем самым помогли детям реализовать свои возможности в учебе и творчестве. Ольга Харламова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В понедельник в Рязанском государственном медуниверситете прошло открытие учебной операционной «Ветлаб» для подготовки высококвалифицированных специалистов в области эндохирургии. В рамках открытия лаборатории состоялась пресс-конференция и демонстрационная операция на живой модели. Операционная, на создание которой было потрачено более 10 миллионов рублей по оборудованию и оснащению, представляет собой почти полный аналог операционной в клинике. Ирина Ковалева расскажет обо всем подробнее. В Рязанском государственном медицинском университете имени академика Павлова прошло открытие учебной операционной «Ветлаб». Теперь Ряз ГМО – второй в России вуз, где существует многопрофильная образовательная площадка. Это значит, что после отработки навыков на современных муляжах обучающиеся будут постигать хирургическую профессию на живых тканях, фактически в реальных условиях. Для нас это принципиально важно, так как наши специалисты будут более готовы к приходу в клинику и уже в клинике также будут оттащивать практическую подготовку на факультете дополнительного профессионального образования, в том числе и на базе нашего «Ветлаба», и на базе клинических кафедр университета. Константин Пучков – директор Центра клинической экспериментальной хирургии в Москве, выпускник Рязанского медицинского университета. На открытии операционной он провел мастер-класс. Для хирургов продемонстрировал технологию работы электрокрючком и ультразвуковым скальпелем. Перед операцией он отметил, что работа с живыми тканями является фундаментальной базой в хирургии. Ведь именно благодаря учебным операциям хирург начинает ощущать слои и ткани, одним словом, тренирует руки. Как скрипач должен играть по 8, 10, 12 часов в день на скрипке, так и хирург, в принципе, должен оперировать каждый день, чтобы его руки были легкие, он играть его вмешательство, делать хорошо. По оборудованию и оснащению «Ветлаб» – почти полный аналог операционной в клинике. Датчики, лапароскопическая стойка – все здесь позволяет доводить хирургические навыки до совершенства. На операционном столе – лабораторная свинья. Ее анатомия очень похожа на анатомию человека. При операциях это позволит не только отработать любую технологию хирургам разных профилей, но и научиться ликвидировать возможные осложнения, которые возникают на практике. Ирина Ковалева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Борьба сотрудников полиции с игорным бизнесом в Рязани продолжается и по сей день. Закрытие подпольных клубов, изъятие и уничтожение игорных автоматов – все эти процедуры до сих пор приходится выполнять. Несмотря на все запреты, подпольное казино остаются актуальной проблемой нашего региона. Нередко злоумышленники, организующие противозаконные игорные клубы, прячут свои заведения за железными дверями без вывески или в подсобных помещениях кафе. Организаторы пытаются оградить игорные клубы от излишнего внимания, используя системы видеонаблюдения, строгие меры конспирации, глухие металлические двери. Однако, эти уловки не помогают. Полицейские выявляют подпольные игорные заведения и пресекают их деятельность. Причем, зачастую, при силовой поддержке офицеров ОМОН или СОБР. В 2015 году сотрудники полиции пресекли в регионе деятельность 12 игровых клубов и изъяли М150 игровых аппаратов. В этом году уже возбуждено 6 уголовных дел, предусмотрено данной статьей, два из которых в настоящий момент направлены уже в суд. И ожидаем настоящий момент решения суда. А на днях полицейские пресекли в Рязани деятельность законспирированного горного клуба, который прятался в частном доме в центре Рязани. Установлены личности злоумышленников, подозреваемых в организации незаконных азартных игр. Оперативники МВД России по городу Рязани получили информацию, что в одном из жилых домов в центре города организован клуб для азартных игр. Полицейские выяснили, что любители азарта собирались в частном доме за высоким забором, и попасть за игорный стол можно было только по рекомендации проверенного посетителя. Деятельность незаконного игорного заведения была защищена строгими мерами конспирации, но и эти уловки не помогли злоумышленникам скрыться от внимания правоохранительных органов. Сотрудники полиции установили график работы законспирированного клуба и подхода к нему. Учитывая меры конспирации и защиты помещения, где были организованы азартные игры, для разработки и реализации операции по пресечению деятельности подпольного игорного клуба, были привлечены сотрудники регионального управления МВД России и бойцы ОМОН. Полицейские вошли в помещение в разгар игры. Посетители, собравшиеся за специальными игровыми столами, попытались спрятать фишки и деньги, но скрыть игорные принадлежности не удалось. Из игорного зала было изъято два специальных игорных стола, колоды карт, игорные фишки и крупная сумма денег. В отношении злоумышленников, подозреваемых в организации азартных игр, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выражение спортивной голубеводства вошло в обиход не так давно, а потому особенно приятно, когда чемпионами в этом виде спорта становятся наши земляки. Недавно житель Спаска Александр Милешкин занял первое место в спортивных состязаниях почтовых голубей. Его птица преодолела 720 километров от Каменско-Шахтинского до родного дома. Наша съемочная группа лично убедилась, что чемпион чувствует себя прекрасно, а у заводчика еще немало планов на остальную голубиную команду. Сейчас в крылатой эскадрилле Александра Милешкина 170 голубей. В этом пернатом семействе он безошибочно ориентируется, кто чей родственник – кум или потомок. Внук поляка, польского голубя. Параметры у него хорошие. Номер чемпиона этого сезона – 124-17. Родовое кольцо – не что иное, как паспорт каждой спортивной птицы. Это мой выводной голубь, который вывелся у меня. Отец его жив и сейчас, а мать ястреб сбил. На лапке каждого спортсмена электронный браслет. Как только птица касается клетки, оборудованной специальными датчиками, Эта информация тут же поступает на компьютер, который фиксирует точное время финиша и определяет скорость полета. Это вот прилетник спортивных голубей. Вот так они, вот здесь они заходят. Вот сюда я вставляю прилетную доску, таурос. И вот он касается прилетной доски и время отбивается. А приучить птицу без лишних виражей садиться куда следует, не теряя лишней секунды, уже отдельное искусство. Александр несколько лет потратил на отбраковку, подбор маха, имбридинг и прочие тонкости, позволяющие выращивать голубей чемпионов. Вот голубь, который занял первое место с Камерства-Шахтинска, 700 километров. В 6 утра его выпустили. Ну не его, а всех голубей выпустили. В 16.44 он уже был дома. Вычислили скорость, что он летел 54 километра в час. Качество голубя должно быть, чтобы он летел домой. Он должен умереть, но прилететь домой. О своих питомцах Александр Милешкин рассказывает так, будто каждый из них сложнейший пилотируемый объект. Если у человека глаза, зеркало души, то у птицы это определитель дальности полета. С полным кольцом это идеален для разведения. С половинчатым кольцом идеален для полетов. И все вот эти глаза под номерами. При рождении он получает магнитное поле, где он родился. В глазу у него есть навигационный кристалл. Это уже потом обнаружили, что на ноздрях у него есть магнитные чешуйки. Американцы делали исследования. Вставляли в глаза контактные линзы. Он видит черная это земля, белое это небо. Ну думали по каким-то там ориентирам летит. Столбовые, серпастые, сиреневые, красные с первого раза не разобраться. Да и райдер у птичек, как у самых настоящих спортсменов. Раз в неделю купания, каждый день новый рацион, витамины и тренировки по расписанию. Ближайший клуб по спортивному голубеводству находится в Олексине. Туда в субботу привозят голубей, регистрируют и в голубевозе отправляют на дистанцию. Вот голубь тоже 13-го года, как и мой чемпион. Он хорошо отлетал, но пока мест особых не занял, но в зачетах попадает хорошо. На этот раз из 18 голубей Александра все вернулись домой, а 6 еще и попали в десятку лучших. Пожалуй, только один наш вопрос поставил заводчика в тупик. Как он запоминает всю эту пернатую команду? Ну они в лицо все разные. Остается только пожелать Александру Мелешкину удачи, а его птичкам терпения. Олеся Харлина, Михаил Лазуткин из Паска, специально для телекомпании «Город». Погода в Рязани меняется не по дням, а по часам. Наталья Новикова расскажет, пора ли настраиваться на зиму, или пока придется повременить с сезонным утеплением. Зима, похоже, планирует вступить в свои права. Правда, распространится зимний характер погоды всего лишь на температуру воздуха. А вот сугробы в ближайшие дни мы вряд ли дождемся. Уже завтра в Рязани станет прохладнее. Ночью температура воздуха опустится до 2-4 градусов мороза. И днем ожидается от 0 до минус 2. По предварительным прогнозам синоптиков, холоднее становиться будет день ото дня. Уже к пятнице ночью похолодает до минус 5-7, днем до 2-4 градусов мороза. А вот существенных осадков не ожидается. Наоборот, вероятность погулять под кружащими снежинками до конца рабочей недели будет стремиться к нулю. Так что вам снеговики, лыжи и другие зимние забавы пока отменяются. А вот одеваться теплее не помешает. А еще будьте аккуратнее на дорогах. Не забывайте, что гололедица – повод, чтобы быть внимательнее. Это все новости на сегодня. Смотрите далее программу подробностей. Ну а День горда прощается со зрителями до завтра. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»